Вот знаете, друзья, эту жизнь все-таки не обманешь. И то, что должно произойти в какой-то определенный момент, оно именно в этот момент и происходит. Ни раньше, ни позже. Просто не счесть сколько раз за последние месяцы, после того, как мы закончили разбор Mr. and Mrs. Smith, я думал о том, какой фильм я буду разбирать следующим. Да, несмотря на то, что я запустил разбор книги, сфокусировался на чем-то другом, но я понимал, что моя аудитория после такого масштабного проекта, как разбор фильма Mr. and Mrs. Smith от начала и до конца, явно ждет от меня чего-то подобного. И вот я пытался, искал варианты, буквально иногда ночами не спал, просто думал, 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 как мне все это организовать, что взять, как это сделать снова, это так тяжело начать что-то масштабное заново. И вот буквально две недели назад, спасибо большое рекомендациям Ютуба, я наткнулся на документальный фильм про Титаник. И во время просмотра, конечно же, мне безумно захотелось пересмотреть легендарнейший фильм Джеймса Кэмерона, который собрал 11 Оскаров, который был самым кассовым фильмом очень-очень-очень много лет. И даже, что интересно, в Екатеринбурге, я родился недалеко от этого города, установлен рекорд, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Фильм был в прокате аж 1 год и 7 месяцев. И это просто невероятно. И чем больше, честно говоря, я про этот фильм узнаю, тем больше поражаюсь, какая колоссальная работа за ним стоит. И пересмотрев этот фильм еще раз, буквально пару недель назад, я в какой-то момент осознал, что вот оно. Это то, что я хочу разбирать. Несмотря на то, что я понимаю этот фильм, который в два раза длиннее, чем Мистер и Миссис Смит. Но меня это точно не останавливает, потому что есть самое главное. Это искреннее желание и вот эта эмоция и первое ощущение. Когда я включил этот фильм снова спустя много-много лет, я просто почувствовал, это то, что выведет мой канал на новый уровень. То, что понравится моей аудитории. И то, из чего я сделаю просто конфетку с точки зрения английского языка. Мне очень интересно, друзья, могли ли вы ожидать от меня вообще такой выбор? Что вы вообще думаете про разбор этого фильма? Да, для тех, кто не понял, мы начинаем разбор «Титаника» Джеймса Кэмерона. Фильм, который вышел в 1997 году, но тем не менее он и сейчас смотрится просто на одном дыхании. Это потрясающая история. И повторюсь, чем больше я про этот фильм узнаю, про то, как он снимался, какие-то интересные факты, да и вообще саму историю «Титаника», тем больше я влюбляюсь в этот шедевр. И я надеюсь, что через камеру, через мои уроки вам передастся моя любовь к этому фильму. И если вдруг вы такой счастливчик, что никогда еще не смотрел этот фильм, то я очень надеюсь, что я как раз стану тем, кто сподвигнет вас на то, чтобы посмотреть этот фильм, оценить его самостоятельно и извлечь из него также пользу с точки зрения английского языка. Да, друзья, мы сегодня с вами только начнем. Этот выпуск будет, я думаю, что не очень долгим. Но прежде чем мы начнем, хочу вас попросить, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. И если вы впервые нашли мой канал, не знаете, кто я такой, давайте я представлюсь. Меня зовут Влад. Это мой канал «Владей английским», на котором я полностью разобрал фильм «Мистер и Миссис Смитт». Сейчас параллельно будем разбирать и фильм, и книгу. Также я еще выпускаю эксклюзивный материал на Бусти. В общем, делаю все для того, чтобы влюблять вас в английский язык, чтобы вы от него кайфовали и к нему относились не как к какому-то инструменту, который надо учить, потому что надо, а просто потому, что вы понимаете, что вам это нравится, и вы получаете от этого удовольствие. Если вы испытываете такие эмоции, то вы попали по адресу. Добро пожаловать! Ну и, друзья, как вы понимаете, три часа с лишним разбирать в одиночку и параллельно еще разбирать и ка бога, это было бы слишком. Я просто физически не способен выдавать такую продуктивность. Но я дорос до того, что мне бы хотелось делегировать часть своих обязанностей. Я сейчас говорю, конечно, про технический аспект. В общем, друзья, если вы талантливый монтажер, который хотел бы присоединиться к моей скромной команде, владея английским, помогать мне выпускать материал чаще, то пишите мне на почту. Также я сделал отдельный пост Telegram. Я очень хочу, чтобы ролики выходили чаще. А для этого я считаю нужным делегировать часть своих обязанностей, особенно вот такие технические. Потому что мне бы хотелось заниматься именно тем, что получается у меня лучше всего. А больше всего мне заходит то, что именно связано с обучением. Поэтому мне бы хотелось делегировать технические задачи, а самому заниматься подготовкой всех выпусков. И таким образом в тандеме, конечно, дело пойдет быстрее, и мы сможем параллельно и книгу разбирать, и фильм, и все будет просто идти замечательно, и на эксклюзив время 100% останется. Поэтому еще раз, если вы чувствуете, что вы можете мне помочь, и хотите внести свою лепту в мой проект, то добро пожаловать. Пишите, все контакты оставлю, дополнительный пост в Telegram сделаю. Огромное вам спасибо заранее. Очень-очень буду рад с вами работать. Что-то затянул я со вступлением, но это первая часть. Мне нужно было сделать это объявление. И вот, друзья, теперь мы официально приступаем к разбору фильма «Титаник». Вы точно готовы? Вы вообще в это верите? Я лично с трудом. Но я очень-очень рад, что я это для вас сейчас записываю, потому что знаю, что будет очень полезно для всех нас. Начинаем, друзья. Let's get it started. И не забывайте, друзья, это фильм. Здесь мы будем с вами слушать, разбирать акценты, фонетику и обращать вообще в целом внимание на звучание. Поэтому лучше всего это делать с качественным звуком. Очень вам рекомендую надеть наушники и сфокусироваться, чтобы не пропустить никакие детали, даже самые мельчайшие. они от нас не должны ускользнуть. All right, all right. We are setting off. Let's get started, shall we? I'm so excited. Oh, my God. It gets me every time. Every time I hear this melody, it hits me so hard. Oh, man. I've got goosebumps jumping up and down all over my body. Oh, yeah, that note. It's beautiful part. I love this. I love this kind of vocalized version of the melody. It's better to say choral music. Хочется сразу же с названия корабля и начать с названия этого фильма, как оно читается. Titanic. Titanic. Я делаю дифтонгизацию. Titanic. И немножко на розолизации добавляю, потому что в американских акцентах преимущественно вот такой позиции, когда у нас звук А, как cat, и после него идет звук Н, М, или назальный Н, то мы делаем дифтонг Э. Titanic. Titanic. Это то, что я надеюсь у вас записалось на подкорку после просмотра фильма Mr. and Mrs. Smith. Я почти в каждом выпуске находил подтверждение этому в речи актеров. Думаю, этот фильм не станет исключением. Я буду параллельно с просмотром вставлять интересные факты. Это два батискафа, мир один и мир два. И именно в таких батискафах сам Джеймс Кэмерон совершил аж 12 погружений к Титанику. И сделал он это всего лишь за 28 дней. Представляете, какой там интенсив. Нужно было заснять максимальное количество материала для фильма. И делал он, кстати, это совместно с русскими исследователями. И весь этот запуск происходил с российского исследовательского судна академик Мстислав Келдыш. Так что мир один и мир два, запомните, это нам пригодится. Самая первая фраза этого фильма. Еще раз. Сохраню максимальную интонацию. 13 метров, и вы должны уже его видеть. 13 метров, you should see it. You should see it. Обратите внимание, слышна четкая остановка. Hard stop. Stop T. По-разному это называется. See it без выдоха. И в слове meters посерединке flap. Дальше. Да, это, конечно, потрясающее зрелище. Честно говоря, если у меня будет какая-нибудь в будущем возможность погрузиться на дно Атлантического океана и увидеть это вживую, я просто не представляю, какая энергетика у этого места. Меня почему-то очень будоражат такие места, в которых жизнь как будто остановилась. Еще яркий пример сразу мне в голову пришел. Чернобыль, конечно же. Но Титаник это действительно особенный корабль. Давайте разбираться. Подними ее вверх. Это речь идет про батискав, в котором они сейчас находятся. Странное использование her, но об этом мы с вами поговорим несколько позже. Подними эту субмарину и over the bow rail. Up and over. Два вот этих наречия. Вверх и над что такое bow rail. Если вы смотрели разборы кобога, то нам попадалось слово bow в значении кланяться. Однако это слово очень многозначное, и я даже снял отдельное эксклюзивное видео, где разобрал все его значения и нюансы, которые есть, а там, поверьте, их много. И те люди, которые смотрели этот эксклюзивный материал, они знают, в каком значении здесь используется слово bow. Если хотите быть в их числе и не пропускать никаких эксклюзивных материалов, то ссылочка находится в описании. Очень буду рад, если вы присоединитесь и поддержите мой канал. Так вот, bow это нос корабля, носовая часть корабля. А что такое rail? Вот эта вот часть, вот эти перила, поручни, называется rail. То есть это а-ля заборчик, перегородки, которые не позволяют нам свалиться с какого-то высокого места. Такой пример у нас. Several passengers were leaning against the ship's rail. Несколько пассажиров облокачивались на поручни корабля. И обратите внимание, если в русском языке это поручни, перила, то есть это во множественном числе существительное, то в английском rail в единственном числе. Однако есть также слово railing, которое чаще всего как раз употребляется во множественном числе и означает это то же самое. Поэтому либо a rail, либо railings. Ну вот Longman нам еще тут дает более специфичные варианты guardrail. В первом значении получается это то же самое, а во втором это ограждение. Вот, наверное, в этом значении чаще всего guardrail используется. А еще есть handrail. Это то, что как раз мы называем перилами, то за что мы держимся спускаясь по лестнице. Rail, generally speaking, to be more precise, either guardrail or handrail. All right, back to the movie. Берем чуть выше и прямо над носовой частью корабля. Okay, take her up and over the bow rail. Her up очень удобно соединить через r, over, не забывайте там дифтонг. Her up and over. Okay, take her up and over the bow rail. Вот хотя бы в таком темпе попробуйте повторить. Максимально все связано, не забывайте, работаем над connected speech. Дальше. Okay, mirror two, we're going over the bow. Stay with us. Okay, mirror two, we're going over the bow. Stay with us. Okay, вот они между собой переговариваются, используя рацию. Рация это a walkie-talkie. Okay, mirror two, we're going over the bow. Stay with us. Мы плывем над носовой частью корабля. Stay with us. Подождите, пока мы это сделаем. Bear with us. Stay with us. Вот они. Railings. Очень хорошо видно или просто rail. Okay, quiet. We're rolling. Okay, We're rolling. Okay, quiet. Тишина. Quiet. Тихий. Okay, quiet. We're rolling. We're rolling. Мы снимаем. Ведется съемка. Okay, quiet. We're rolling. Давайте покажу. Лишним и будет. If a machine such as a film camera or a printing press rolls, it operates. There was silence as the camera started to roll. Все затихли, потому что начали съемки камеры, начали снимать. Обратите внимание на это слово с точки зрения произношения, в нем есть дифтонг. Roll. То бишь, роль, R-O-L-E, звучит точно так же, как и вот это слово. Абсолютно одинаково. Roll. Слушаем еще разок. Okay, quiet. We're rolling. We're rolling. Rolling. Придите внимание, как он здесь красиво сделал вот эту связку, да, не we are rolling в три слога, а соединил we're we're rolling. Сравните это. We are rolling. We are rolling. So we're rolling. We're rolling. Okay, quiet. We're rolling. Пытайтесь, работайте вместе со мной, повторяйте. Мы здесь для этого с вами и собрались, чтобы прокачивать навыки. Как восприятие на слух, так и говорение, пытаться приблизиться к оригиналу, насколько это возможно. Seeing her coming out of the darkness like a ghost ship still gets me every time. Seeing her coming out of the darkness like a ghost ship. Seeing her coming out of the darkness like a ghost ship. Seeing her coming out of the darkness like a ghost ship. Seeing her coming out of the darkness like a ghost ship. Снова место имения her. Сейчас, сейчас, сейчас объясню, почему она здесь. Переведем. Видя Титаник, появляющийся, выходящий из темноты словно корабль-призрак. Like a ghost ship. Ghost ship. Ghost ship. Не пытаются, умы, говорить как ghost ship, потому что она бы тормозила, это мешает связной речи. Ghost ship. Как будто вы говорите go ship. Ghost ship. Ну и, надеюсь, не нужно лишний раз повторять, что это не sheep, а sheep. Четкий, собранный звук э. Seeing her coming out of the darkness like a ghost ship. Ghost ship. Что мне еще сразу же, конечно, хочется отметить, это вот этот предлог out of. Два момента, которые вам нужно здесь запомнить. Первое. Of не выговариваем, это просто шва. О. Второе. Они соединяются с помощью flap t. Outer. Третий момент. Изолированное слово out с четким out дифтонгом. В такой позиции, максимально редуцированной, просто звучит через звук а. Получается out of the darkness. Out of the darkness. Попробуйте. Seeing her coming out of the darkness like a ghost ship. Seeing her coming out of the darkness like a ghost ship. Молодцы, я надеюсь у вас это получилось. Still gets me every time. Still gets me every time. This is the phrase that I used already at the very beginning. Remember. Oh my god. It gets me every time. Every time I hear this melody. Его этот до сих пор трогает за душу. Впечатляет. Эту фразу можно просто запомнить за зубри. Смотрим. Still gets me every time. Still gets me every time. Впечатляет. Трогает за душу. Gets me every time. Вот этот кусочек прям просто запомните. No matter how many times I've listened to the Titanic soundtrack, it still gets me every time. Все вместе. Вся фраза. Seeing her coming out of the darkness like a ghost ship still gets me every time to see the sad ruin of the great ship sitting here. To see the sad ruin of the great ship sitting here. To see the sad ruin of the great sitting here. Четко слышим flap. Sit здесь значение находиться. В смитах, по-моему, нам попадалось это значение. To see the sad ruin of the great ship. Давайте обратим внимание на сильные доли. Где они? To see the sad ruin of the great ship. To see the sad ruin of the great ship. Sitting here. Sitting here. Пробуйте. Обращайте внимание на интонацию. Это чуть ли не самый важный фактор того, как вы звучите. Да, вы можете поставить все звуки просто великолепно, но если у вас нет мелодики языка, если вы не обращаете внимание на то, какие слова выделяются сильнее, как поднимается или опускается голос, то вам очень тяжело будет приблизиться к носителям. Это музыка. Опять слышите этот звук. Он прям демонстрирует это лонно, как это читается. Вроде бы все понятно. Видеть печальные дословно развалины великого судна, великого корабля, который находится здесь, куда оно, судно, приземлилось в 2.30 утра 15 апреля 1912 года. Именно тогда затонул Титаник, именно поэтому пару недель назад я наткнулся на документальный фильм, потому что апрель это ключевой месяц для всей этой истории. Не могу обходить эту тему стороной. Давайте расскажу небольшой занимательный факт о кораблях в английском языке. Слово ship и вообще корабли в целом в английском языке заменяются на местоимение she. Ну, соответственно, в других формах это также будут местоимения her, herds. И это очень интересное явление, потому что корабль, по идее, это не душевленный предмет, должно быть it, как со всеми остальными, но нет, исторически так сложилось, что Titanic это she, Queen Mary the second is she и так далее и тому подобное. Я думаю, вы поняли принцип. Эти подводные лодки, мы тоже видели take her up, это все местоимения женского рода. Почему так, друзья? И есть несколько теорий на этот счет, давайте я вас с ними ознакомлю. Первая теория говорит о том, что слово ship происходит от латинского слова вот такое. Латинским не владею, не знаю, как это читается, хотя у меня есть мысли возродить латинский язык, так сказать, сделать так, чтобы он восстал из пепла, ну да ладно, это так, мои бредовые мысли. Так вот, это слово в латинском языке женского рода. Эта теория, по моему мнению, правдива, но лишь отчасти. На самом деле, есть и другие факторы, которые повлияли на вот этот интересный момент. И один из таких факторов заключается в том, что корабли во все времена старались называть именно женскими именами или в честь каких-то женщин, в честь богини очень часто. Почему? Потому что считалось, что женщина способна уберечь корабль от бед и ненастий. И вообще чувствуете, когда мы используем местоимение одушевленное, то для нас это перестает быть просто предметом, у нас есть какая-то привязка. И исторически очень много путешествовали на кораблях. И для моряков корабль был не просто судном, на котором они передвигались, это была их жизнь, это был очень важный для них предмет, что его даже оживляли вот таким образом. И я думаю, что вот это как раз основная причина, по которой традиция сохранилась и по сей день. Есть еще несколько теорий, но я думаю, вы легко можете сами их найти в интернете, если вам это интересно. Я вам рассказал те, которые, на мой взгляд, максимально правдивы. Еще из интересных фактов были и такие корабли, которые заменялись местоимением Хи, а не Ши. И вообще, говоря про вот эту тему, я лично знаю людей, которые неодушевленным предметом дают имена, у которых с предметами есть какая-то тесная связь, что ли. и поэтому на самом деле никто не запрещает для дорогих для вас предметов использовать местоимения одушевленные Ши или Хи. Компьютер, игровая приставка, пылесос, машина, что угодно. Если для вас это очень дорогая вещь, вашему сердцу она дорога, то вы ее можете сделать одушевленной. Можете свою машину называть Ши, свой компьютер называть Хи и так далее. Я думаю, что смысл вы уловили. Думаю, что по этой теме никаких вопросов нет. Если остались, то обязательно задавайте в комментариях. Обсудим. После этого длинного падения. Даун лежит на глубине три с лишним тысячи метров. Представляете, три километра. И снова видим местоимение Хр. Хотя речь про Титаник. Титаник явно по-мальчишески звучит. С мира, который находится сверху. С мира, сверху. Сейчас его тут прокомментируют. You're so full of shit, boss. 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 You're so full of shit, Кто тебе угорает? Что за фигню ты несешь? Что за лирику ты тут устроил? You're so full of shit, boss. Обратите внимание, момент, который я тоже часто затрагиваю. опять же нет full of, нет четкого of, full of, шва, full of shit. Слушаем еще раз. You're so full of shit, boss. Услышали? Молодцы. Прежде чем мы пойдем дальше, давайте вернемся немножечко в ту фразу. Обратите внимание на at 2.30 in the morning of April 15th. Это очень интересный момент, в первую очередь для меня, потому что на канале есть отдельное видео, где я рассказываю о том, что не всегда нужно говорить in the morning. И если помните, причина в том, что если у нас есть предлог of, обозначающий какое-то конкретное утро, полдень или вечер, то мы, по идее, должны использовать предлог on. On the morning of April 15th. Да, кстати, вот такое произнесение даты, это чисто американское. Сначала месяц, потом число. April 15th. Британец бы скорее сказал the 15th of April. Так вот, должен быть предлог on, но мы видим предлог in. Мне, наверное, придется сделать дополнение к тому видео, которое я выпустил, потому что получается, что я дал не совсем точную информацию, я провел небольшое исследование, и оказалось, что если есть время, тогда используется зачастую предлог in. То есть он как будто привязывается к этому времени, что 2.30 утра. 2.30 in the morning. И чтобы вам продемонстрировать небольшое доказательство, я нашел носителя языка, который в одном и том же видео использует разные предлоги в зависимости, что он говорит. Давайте покажу. Что мы видим? In the morning of, то есть видим of, по идее я вам рассказывал, что должно быть on the morning, но поскольку есть время 9.30, то он говорит in the morning. А когда времени нет, вот он вам фрагмент. On the morning of day three. Видите, времени нет, и та же самая фраза уже употребляется этим же носителем языка через предлог on. Поняли? То есть то, что я рассказывал в отдельном видео, абсолютно правда, но есть еще нюансы, которые я не покрыл, да и, честно говоря, не покрыл бы, не начав разбирать Titanic. Видите, как полезно. Самое начало, а мы уже столько всего интересного для себя открыли. Продолжаем, друзья? Я надеюсь, вам нравится, и вы уже поставили лайк, написали какой-нибудь комментарий. Огромное спасибо вам за поддержку. Рад стараться. Дайв-секс мы слышим, заплыв номер шесть. Here we are again on the deck of Titanic. Here we are again on the deck of Titanic. Дайв-секс Here we are again on the deck of Titanic. Вот о чем я вам говорил. Тай-тэник. Слышите, заплыв номер шесть, и вот мы снова на палубе Титаника. Дайв-секс Here we are again on the deck of Titanic. Чтобы успеть за ним, Here we are again нужно сделать звук р максимально близко, не уводить далеко язык назад, постараться это движение сделать минимальным, чуть-чуть отвести его, поднять спинку here, here. Не here, когда я утрированно сильно до конца это делал, Here we are again Here we are again are again we are again are не считается как are, а просто are. Here we are again on the deck of Titanic. Here we are again on the deck of Titanic. А если вы прислушаетесь еще внимательнее, я это заметил только на стадии монтажа, то он не выговаривает here, а просто he. Here we are again Here we are again Here we are again отлично, далее 2,5 miles down 3,821 метров 2,5 miles down 2,5 miles down 2,5 мили вниз 2,5 miles down 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 Слышите, это не Down Down Тоже особенность американского акцента, преимущественно южных акцентов, и если я не ошибаюсь, то этот актер из Техаса, где как раз такая история очень распространена, то есть вместо Ау Ау Down 2,5 miles down Далее 3,821 метров Это прям как для Айлтс, запишите циферки 3,821 метров Почти 4 километра, невероятно 3,821 метров Кстати, друзья, будьте внимательны, несмотря на то, что это число заканчивается на One И One автоматически нам хочется сказать просто Meter, потому что One Meter единственное число, но не в этом случае здесь One не решает, само число оно множественно, это больше, чем один, поэтому Метер То есть 3,821 метров 2,5 miles down 3,821 метров Прессия 3,5 тонн Так, здесь про давление, да, у нас 3,5 тонны на квадратный дюйм Капец Про иллюминаторы, да, он говорит, насколько они толстые Эти иллюминаторы 9 инчей в толщину Что равняется примерно 23 сантиметрам Я думаю, первую часть вы хорошо слышите And if they go Если они выпадут Эти иллюминаторы It's I&R in 2 microseconds It's I&R in 2 microseconds It's Странное слово In 2 microseconds Ну понятно, что ничего хорошего не произойдет Если там такое давление То Он говорит, что смерть наступает через 2 микросекунды Даже представить себе не могу Насколько это маленькая величина Вот это слово Sayonara Скажите, не звучит Да, по-английски Действительно, это японское слово Это означает Пока-пока Прощай-прощай Дело в том, что в японском языке Есть несколько слов Которые используются При прощании И Sayonara Это то слово Которое используется Когда Либо мы больше Не увидимся с человеком Либо мы не знаем Когда мы В следующий раз С этим человеком Увидимся То есть это скорее Не goodbye А именно farewell So the person You're saying this to You just don't know When you will see them again Sayonara Right? It's sayonara In 2 microseconds All right Enough of that bullshit All right Enough of that bullshit Enough of that bullshit Все Хватит эту чепуху снимать Enough of that bullshit Смотрим All right Enough of that bullshit Слышите, да? Bullshit Опять же тот же звук Который он несколько раз Нам продемонстрировал В словах Шеп Теперь в слове Щед Учитесь его делать Учитесь его отличать От Шип Или от Шит Минимальные пары У нас получаются Шед Шит Шеп Шип Пробуйте Практикуйтесь Что, друзья На этой эмоциональной фразе Предлагаю Закончить Нашу Дебютную серию По разбору Этого замечательного фильма Дайте мне знать В комментариях Насколько вы рады Что на канал Вернулся разбор фильма Понравился ли вам Разбор Этой дебютной части Ну и вообще Я просто буду рад С вами пообщаться Пишите какие-нибудь комментарии Давайте держать связь А чтобы связь была Более тесной Переходите в мой Телеграм-канал Подписывайтесь на Бусти Следите за мной В других соцсетях В том числе В инстаграме Я есть Я всем-всем рад Стараюсь делиться Полезнятиной Для вас Ну а на сегодня Этого достаточно Я надеюсь Что мы совсем скоро Увидимся с продолжением Разбора этого фильма И самое главное Чуть не забыл Еще раз Если вы чувствуете в себе Силы монтажера Хотите поработать со мной А я уже очень хочу Поработать с вами То пишите обязательно Давайте пробовать Это точно Поможет моему каналу И ускорит процесс Выпуска Видео На канале Спасибо за просмотр Друзья Увидимся совсем скоро Stay tuned Thanks for watching guys See you soon Ciao Niya sayonara Bye-bye Субтитры сделал DimaTorzok